Всем привет, мои хорошие! Рада приветствовать вас на моем канале! Я решила внести некое разнообразие и заказать блюдо, которое у меня никогда не было. Точнее, не блюдо, это сладость, называется лукум. Я взяла такой шоколадный и взяла вот такой. Он даже горячий, привезли мне его очень быстро, выглядит очень аппетитно. И пробую я впервые. Причем вот этот шоколадный стоил в два раза дешевле, по-моему, чем этот. Но здесь клубничка, всякие фруктики. Вот, попробуем. Надеюсь, что это не сильно сладко, не приторно сладко. Клубничка супер! Так, вроде как это нужно кушать. Вот так вот макая. Такие кругляшочки. Выглядят очень даже ничего. Попробуем на вкус. Классно! Ну, очень сладко. Много не съешь. Сегодня я решила отыграться, потому что я записалась в спортзал. Вдруг спонтанно мне захотелось. Я взяла полный пакет. То есть теперь спорт у меня будет три раза в неделю, по часу. Я решила, что я сама не смогу. Мне обязательно нужен тренер. Чтобы далеко не ехать и не терять время, на это пока что машины тоже нету. Поэтому я решила записаться в спортзал, который находится недалеко от моего дома. Это такой оздоровительный центр. Там есть и бассейн, и спа, и все что угодно просто. Спортзал тоже классный. У них есть зал чистый для женщин, а есть зал смешанный. Где чисто девушки, там вообще никого нет. Какая-то такая скучная обстановка. А где вот смешанные, там были и девушки, и парни. Все занимались. Такая атмосфера какая-то другая. Поэтому я решила записаться в этот спортзал. Вот. Там была девушка-тренер. И был молодой человек-тренер. Я выбрала молодого человека-тренера. И в конце, как вы думаете, что он мне сказал? Он сказал, что тренировки, конечно, это хорошо. Но также обязательно нужно придерживаться питания. То есть, если не питание, то у нас ничего не получится. Он мне скажет, диету. Конечно, индивидуально с тренером обошлось, если честно, дорого. Но хотя бы первые 3-4 месяца, мне кажется, нужен тренер. Потому что я могу делать упражнение неправильно. И, например, получить травму. Тем более, в спорте вообще ноль. Я никогда не ходила в спортзал. Мне обязательно нужен человек, который будет стоять надо мной. И прям заставлять. И завтра у меня первая тренировка. Я уже заказала себе офигенный лук для спортзала. Вот такой вот, как он вам. Мне, честно, очень нравится. Но мне придется его подождать. Пока что я пойду в том, что у меня есть. А потом уже неудобно этими палочками кушать. И завтра мне придется пойти в том, что у меня есть. Ну, я заказала себе сумочку. Я заказала себе костюмчик. Ну, я заказала себе шорты. Надеюсь, в скором будущем все это приедет. Я уже буду в полном луке. Но я вам скажу, знаете, одну особенность. Я немножко была удивлена. Я почему-то думала, что в спортзале именно девушки такие накаченные. Я буду себя чувствовать какой-то рухлядью. Но я заметила, что в спортзал спокойно идут девушки с лишним весом. С таким приличным лишним весом. И абсолютно себя комфортно там чувствуют. Поэтому если вы стесняетесь идти в спортзал из-за того, что у вас там что-то не идеально. Поверьте мне, там у всех не идеально. Дальше увидев этих девушек, я предложила маме. Я говорю, мам, все идут туда, чтобы исправить свою фигуру. Не надо себя стесняться. Сколько я не уговаривала маму, мама не согласилась. Мама говорит, я скину килограмм 15. Потом, возможно. Я уже все оплатила. У меня взяли отпечаток пальцем, чтобы заходить туда. Мне-то хочется показать вам, как я тренируюсь. Ну, блин, я думаю, максимально тупо будет, если я с камеры приду туда. И скажу тренеру, которого вижу второй раз в жизни. Я скажу, что можно я сниму, как я тренируюсь. Я вам обязательно все покажу. Просто не сейчас. Я вообще не хочу, чтобы он знал, что я блогер. И тем более видел, как я здесь обжираюсь. Я-то там в спортзале буду заливать, что я строго по диете. Я строго ем то, что он мне говорит. А когда он увидит пир на весь мир тут, боюсь, что у него будет инфаркт. Очень калорийно, очень жирно, но вкусно. Я вам уже говорила, повторю еще раз. Этим летом у меня появилось желание что-то делать, куда-то ходить, как себя усовершенствовать. У меня даже появилась идея сделать себе зубы. Короче, надо становиться лучшей версией себя. Я когда подружке сказала, что я записала в спортзал с тренером, она мне сказала, зачем? Вот зачем? У тебя нормальная фигура, что ты палишься? А я это делаю не только из-за фигуры, а из-за просто здоровья. Я могу часами сидеть и монтировать, часами сидеть и рисовать бумажные сюрпризы. Сегодня, например, я встала в 7, и в 7 до 2 часов дня я просто сидела и рисовала бумажные сюрпризы. Постоянно этот сидячий образ жизни приводит к проблемам со здоровьем. Поэтому надо и спортом заниматься. Ну, еще, естественно, плюс-минус есть какие-то недочеты в моей фигуре, которые мне не нравятся. Это, конечно, само собой. Ну, плюс-минус, я довольна своей фигуре. Кое-где подтянуть, подкачать. Мне кажется, чем делать липосакцию этот жир потом себе в попу, лучше попу накачать. И выглядеть будет по-другому, и вы будете чувствовать себя по-другому. Лучше эти деньги, которые вы потратите, например, на пластического хирурга, потратить на спорт. Конечно, многие люди выбирают, что проще. Вот этот вот мы съели, уже ничего не осталось. Давайте теперь вот этот попробуем. Вкусно, но очень сладко. Я думаю, одну такую штучку можно заказать на два человека и с чаем посидеть, поесть. И насчет мукбанков. Мукбанки будут. Фастфуд тоже будет. Ну, возможно, будут еще и пп мукбанки. Не снимать я тоже не могу. Это часть моей жизни. Вы знаете, как-то я спонтанно так решила пойти на спорт. Как у меня это произошло. Я листала тикток. Увидела девушку с просто идеальными пропорциями. И высокая. И попа, и грудь. Я поняла, что я тоже хочу. Вот просто резко вот так я решила записаться. Сразу нашла номер того места, куда я хочу. Я хотела туда записаться и на плавание. Там еще есть ресторан. Вот. Хотела сначала записаться и на плавание. Потом я подумала, сначала на спорт похожу. потом уже решу. Там просто на плавание очень много людей. И в основном это дети. Пока что только так. Как вкусно. Давайте еще одну. И закруглимся. с чаем я тоже уже закончился. Так аккуратненько мне привезли. Я в доставке на фото видела, что это все очень красиво смотрится. Но я боялась, что когда мне привезут, мне привезут такую кашу. Но нет, это было в нескольких упаковках. Очень все аккуратно, герметично. Так что вот так. Так что вот так. На этом все. Было очень вкусно. Пишите ваше мнение в комментариях насчет спортзала. Возможно, вы тоже ходите. Также не забывайте подписываться, ставить лайки. А с вами была Айка. Пока.